Света дайте, давайте хоть что-нибудь скажем. А там уже кто что использует, уже там впереди кавыча. Да, Настя, пустите на главное, на верх лыж Крыма. Расскажите, что сегодня произошло? Сегодня Ялтский зоопарк «Сказка» и парк Ливов Тайган выполняет первый контракт по поставке животных в Асканию-Нову, в диаскетном заповеднике и в Ацвейне. Для нас большая честь поставить своих животных в Асканию-Нову. Контракт делался месяц, животные прошли карантин, и сегодня с полным пакетом документов, с чипами, с идентификацией прибыли в Асканию-Нову. Асканию-Нову сегодня переживает очередное свое перерождение. Вот, они ушли из Украинской Академии наук и движутся сегодня в Россию семимильными шагами. И какие-то животные им нужны сегодня для обмена крови, с животных, которых так или иначе утратили в коллекции. И поэтому те животные, которые у нас есть, у нас большой зоологический список животных, мы вот в первый этап он привезли сегодня. Это не последний договор с Асканию-Нову. Мы и дальше будем поставлять животных в Асканию-Нову своих, тех, в которых заинтересован этот биосферный заповедник. Мы очень желаем, чтобы Асканию-Нову как можно быстрее открыла свои двери для посетителей, чтобы здесь были такие же экспозиции, как в Бабушкин дворе, как в Ялтском зоопарке, сказка в парке Тайган, в других зоопарках. Чтобы здесь были полноценные пары, чтобы здесь, как и прежде, воспроизводились животные огромными, огромных количествами, огромными массами. Вот, поэтому мы привезли своих дорогих, близких нам животных, вот, и краснокнижных даже животных, которые есть. Но у нас в Безлифске, у нас животных, как вы знаете, очень много, и поэтому мы с удовольствием сделали этот контракт с Асканию-Нову. Вот для нового директора, который сегодня, Дмитрий Викторович, он ездит по зоопаркам, он сегодня ездит в Крым, он приезжал в парк Тайган, он смотрел нашу коллекцию, он выбрал тех животных, которые ему сегодня нужны по его систематическому списку, и мы начали эти поставки. Отсюда мы тоже кое-что увидим. Перечислите животных, пожалуйста, еще раз. Мы привезли 7 позиций в первом контракте у животных. Сегодня перед вами тибетский як, это самка молодая, прошлого года, приплод парка Львов-Тайган. Мы выгрузили карликовых баранов, которые с Голландии были когда-то ввезены в парк Тайган, успешно размножаются так же, как и кумирунские карликовые козы. Они сделают экспозицию здесь бабушкин дворик, который может быть контактным, согласно российскому законодательству, очень интересным. Вот, также мы привезли пару пеликанов, размножение Ялтинского зоопарка, это приплод прошлого года наших пеликанов. Еще мы привезли самку козы Камори с длинными ушами. Я очень люблю эту породу коз. Очень декоративные, очень красивые и интересные. Самца альпака, лама альпака, красавец, приехал. Вот, собственно, 7 позиций. Ну и дрофы, которые у нас есть, и даже было размножение отмечено. Вот, краснокнижные животные, которых мы также привезли самца и двух самок в Асканию Ново. Поэтому все животные перенесли хорошо дорогу, вот, хорошо доехали и уже осваиваются на новом месте. Спасибо. Какой еще армия планируется? Да, загадки бывают богат, как только составлен будет новый договор. Вот, у нас есть и грифы, у нас есть сипы, у нас есть другие полупары животных, которых нуждаются Асканию Ново, нуждаются в большом списке. Я призываю все зоопарки Российской Федерации, все, кто сегодня имеет излишки и заинтересован в обмене с Асканию Ново, также поддержать Асканию Ново по пополнению их коллекции, новыми видами животных и укомплектования тех, которые есть. Поэтому, каких животных выберет Асканию Ново, и какой список будет дальше, посмотрим, поживем ли. У нас только как декоративный вид используется в зоопарках. Да, выходить не можно, Варя, выходить не можно. Варя, вы видите, с доброжелательным характером, я сегодня пришел с усыпляющими средствами и думал, что придется ее присыплять, поскольку я, в общем-то, агрессивное должно быть животное. Вот она, говорит, я сама поеду, я вообще мне здесь тесно с этими родителями, вот, поэтому с удовольствием села в машину и приехала сюда, да? Да? Молодец! Вот смотри, вот водичка. Варя! Вот, Варюк, на просторы Аскании приехала, да? Тебе вот сюда номер приклеит, красивый такой, хороший номер тебе сделает, да? Да, да, и хорошая, и хорошая. Все, осваивайся, осваивайся. У Яков хорошая шерсть, он очень выносливый, очень выносливый, вот, иногда строптивый, у него отец у Туки, вот рога его из Чехии, из Праги привез, вот такие рога, как у Викинга, и весит он больше тонны, вот, так что. Да? Знакомься с соседями тут, тоже, друзья, сзади, слева-справа, все. Хвост какой, а? Смотрите, девушка, у нас такого нет шиньона, смотрите, какой хвост красит, да да, я покажу, а, что тебе идешь, не жалко? Посмотрите, какой белоснежный, красивый. Ну, у них есть список животных, и есть, где нужно обмен крови, где нужны дополнительные пары, и с разных отделов зоологи составляют список требуемых животных. Мы изучили список и применили, что есть у нас из этого списка. Поэтому это не наше желание, пожелание искать новое, именно вот привезти этих животных, которых мы сейчас выбрали в своей списке. А чем это может раскаливать у меня? Ну, если будет новая кровь, новая линия будет, они подпусят или к своим самцам, или новые группы создадут. Просто Аскания новая специализируется на копытных животных, именно вот таких вот так, как бизоны, лани, зебры, олени и так далее, и яки земельские, этих тоже представлены. Поэтому для них это важный вид, и нужна все время новая кровь. Олег Алексеевич не может отойти от камори. Олег Алексеевич не может отойти от камори. Кому ли наша кровь какая-то, да? Кому ли наша кровь какая-то, да? Кому ли наша кровь какая-то? Раскучаю. Яхте приезжать будут. Приезжать будут. Я приезжать тебе буду. Смотри, смотри. дома да мы раньше не держали коров примерно 10 голов сделать ситуации у нас всегда с собой лекарства ой я прошу